Дорогие зрители, здравствуйте и приветствую вас на своем канале. Очень странно себя чувствую. Я на самом деле редко так записываю видео, что называется, при полном параде, в пиджачке, тем более в свитерочке. Я люблю что-нибудь черное, неприметное. Накинула, убралась, накинула, записала видео, пошла дальше готовить обед. Сейчас постепенно я себя все это сниму, потому что я записала видео о своих покупках. И вот у меня осталось чуть-чуть свободного времени для того, чтобы рассказать вам о седых волосах, о своем опыте. Которые Яна наблюдала на себе самой прежде всего. Так мне гораздо лучше. Я на самом деле не люблю все эти вещи, не знаю почему. Точнее я люблю их носить, но я не люблю в этом записывать видео. Очень часто меня упрекают как фэшн-блогера, претендующего, человека, претендующего на фэшн-блогерство. Яна, почему все время так одинаково, иногда прямо так его бога выглядите в кадрах? Да потому что концепция канала – это мой выбор. Так вот, по поводу седых волос. У меня появились седые волосы, наверное, на какого большинства женщин на этой планете, примерно в 30 лет. Моя парикмахер торжественно мне этот волос выбрала с центрального пробора и сказала, что с ним делать. Точнее спросила – отрезать, либо оставить. Я так посмотрела, удивилась. Говорю, а что с ними обычно делают? Говорю, очень многие первые свои седые волосы отрезают, чтобы их не было. Говорю, ну отрежь мне седой волос. Я на самом деле не видела в этом смысла, потому что я прекрасно понимала, что волосы так или иначе у меня седые. Если уж начали расти, то будут в количестве только увеличиваться, как и неседые волосы. И вот таким образом в 30 лет первый свой седой волос я увидела, обозрела. Меня, конечно, очень расстроила фу структура. Я поняла, что меня больше всего в седых волосах расстраивает не цвет, а структура. Я и так-то всю жизнь борюсь со своими вьющимися, достаточно непослушными волосами. Теперь еще седые будут торчать. Но потом случилась очень интересная ситуация. Примерно в 35 лет у меня было очень много седых волос. Это было связано с тем, что те, которые начали появляться, по всей видимости, продолжали расти. Но и также я все-таки связываю появление седых волос в очень многих случаях у женщин и у мужчин, конечно же, со стрессом. У меня была очень сильная стрессовая ситуация. И я прямо-таки через какие-то 2 месяца обнаружила значительно большее количество седых волос. У меня было много седых волос прежде всего вот здесь, в височной зоне. Ну и также по парабору уже можно было видеть, что седина или, как это говорится, посеребрила мои волосы. Какая-то такая красивая фраза есть. Я не очень расстраивалась, но я точно помню, что я для себя поняла, что стресс – это то, что влияет на нашу жизнь, раз это повлияло даже на то, как я выгляжу. И что потом случилось? А потом я начала записывать канал примерно в 37 лет, если я не ошибаюсь, сначала записывать канал. И я часто говорила о разных вещах. И мне часто поступал вопрос. Яна, а вот у вас волосы седые? И только тогда я обратила внимание на то, что у меня не было на тот момент седых волос. То есть в 37 лет я обнаружила, что все те волосы, примерно 25% седых волос у меня было от общего количества волос, они у меня куда-то делись. Я не совсем поняла. Они у меня выпали, либо они снова окрасили, что, скорее всего, невозможно. Но на густоту волос, например, отсутствие седых волос никак не повлияло. И я стала говорить, отвечать, что да, вы знаете, у меня нет седых волос. Но я совершенно не поняла, как это произошло. Поверьте мне, я очень много времени посвятила тому, чтобы проанализировать, что поменялось в жизни. Да, стресс ушел, но у меня был маленький ребенок на тот момент, новорожденный Данечка, который, в общем-то, прибавлял мне такого хорошего драйва в жизни. И вообще, организация троих детей – это ситуация, которая на грани стресса, конечно же. Но, тем не менее, я не могла понять, что же поменялось в моей жизни, что седые волосы у меня исчезли. А, кстати, появились они у меня после рождения второго ребенка. То есть, опять же, я не могла связывать отсутствие седых волос с наличием новорожденного ребенка, и то есть беременностью, потому что считается очень многими, что обновляется организм во время беременности. И в итоге все бы, наверное, так и осталось без ответа, если бы я не посмотрела буквально месяца два назад видео доктора. Это доктор, мне многие написали правильное его имя, он индуст, если я не ошибаюсь, но достаточно неплохо говорить по-русски. И вот у него было видео про седые волосы. Я думаю, Делька я посмотрю, потому что меня часто спрашивают про седые волосы. Может быть, что-то я для себя новое открою, и, возможно, и зрителям тоже смогу рассказать, исходя из своего опыта вот такого имения, и потом неимения седых волос. Примерно три года у меня вообще не было седых волос. И смотрю я это видео. Первое, он советует какую-то добавку, я даже не знаю, что это. Потом он советует определенные продукты. Тоже я понимаю, что нет, не они повлияли. И вот третьим либо четвертым пунктом идет медь. И как продукт, который содержит большое количество меди, он называет в том числе и рыбу. И вот здесь я понимаю, что произошло. Что конкретно поменялось в моей жизни и в моем рационе. И вот на самом деле очень-очень многие вещи зависят от того, что мы едим. Скоро запишу видео про мясо. И на самом деле вот это видео, оно является вступлением к тому видео про мясо, про мой опыт, как я пыталась вернуть белок, точнее мясо рыбы. Мясо рыбы, не знаю, есть такое выражение или нет. Почему все-таки я это делала? Как раз-таки из-за седых волос. Недавно, два месяца назад, я обнаружила, что у меня есть седые волосы. И, кстати, видео этого доктора я посмотрела, потому что я стала замечать, что седые волосы у меня прибавляются. И вот я смотрю видео этого доктора и понимаю, что на тот момент, когда мои волосы перестали быть седыми, наверное, единственное, что отличало меня саму от меня три года назад, это мой рацион. Мы стали ездить в дом на море, мы стали делать это регулярно и жить там очень долго. Такого раньше не случалось. И мы с мужем, наконец-то, открыли так называемую круду, то есть сырую рыбу для себя. Я поняла, как ее готовить, как ее выбирать, какую рыбу можно есть, какую нельзя есть сырой, а какую можно, нужно замораживать, сколько, когда и так далее. Я во всем этом стала неплохо разбираться, я стала достаточно хорошо готовить. Мы ели огромное количество рыбы, вот именно огромное количество. Я тогда, кстати, в то время рассказывала, что у нас уходит большое количество денег. Никогда не озвучивала эту цифру, но это действительно сумма, которая несравнима даже с походами в ресторан. Потому что, когда ты берешь рыбу, когда ты берешь рыбу, ты ее покупаешь, ты, конечно же, платишь меньше, но ты берешь ее больше, а по факту, когда еще и дети едят рыбу, то это получается очень большая сумма. И могу сказать, что мы ели рыбу, наверное, 4 раза, 4 дня, то есть 4 раза в неделю, а то и 5 раз в неделю. И это был один прием рыбы в день, то есть не 2 раза обед и вечер, нет, это один был прием рыбы. Но поскольку я тогда тоже уже питалась очень скудно, то мне этого одного приема хватало, и как за обед, и как за ужин. Уже тогда я начала понимать, что мне для того, чтобы чувствовать себя бодро, нужны несколько меньше еды. И вот на протяжении практически 3 лет мы с мужем интенсивно ели рыбу, потому что, когда мы вернулись с моря, конечно же, мы продолжили ее есть. Я научилась готовить, я научилась готовить, допустим, полипу, это осьминог, таким образом, что он просто тает во рту. Я узнала все секреты, как делать, и, возможно, скоро запишу видео об этом. Дайте мне знать, если вам интересно, как готовить осьминога, так, чтобы он не был резиновым, чтобы он легко жевался и прямо-таки действительно таял во рту. И, в общем-то, вот таким образом я стала хозяйкой, которая часто предлагает рыбный стол своим детям. Дети, кстати, неплохо едят рыбу. Все зависит от того, как она обжарена, либо она сварена, либо она на пару приготовлена, либо какая-то рыба, у них меняются предпочтения. Но в целом трое моих детей достаточно неплохо едят рыбу. И как раз-таки поэтому я начала вводить рыбу себе недавно. Но об этом расскажу, опять же, в другом видео. И что я могу вам сказать, дорогие зрители? Вы знаете, наверное, исходя из этой информации, из того, что я знаю по поводу меди, действительно медь влияет на то, насколько у нас, скажем так, позже появляется седина, и насколько, по всей видимости, она вообще может исчезнуть. Но это не значит, что нужно бесконтрольно принимать медь, пойти в аптеку. Я очень осторожно к этому отношусь. Буду ли я принимать медь? Конечно же, нет. Я вообще против синтетических витаминов. Это совершенно точно. И в любом случае, витамины в Италии принимаются по предписанию врача. Те витамины, которые можно купить без предписания врача, это либо такая микродоза витаминов, которая вообще не сделает никакой разницы нам. И на самом деле это нужно очень хорошо понимать. Что то, что продается без рецепта, по крайней мере здесь, в Европе, это, в общем-то, то, что мы сами себе можем купить, сами себе можем прописать. И это должно быть для нас именно по этой причине очень-очень безопасно. Поэтому нет, я не буду пить медь сейчас. Возможно, я схожу в доктора, недавно я у него была по совершенно другой причине, а он мне сказал, послушайте, Яна, вы у меня не были уже три года. Я ему говорю, да я вот сама действительно к вам не хожу. Я вообще удивляюсь, как со мной это могло произойти. Хотя я знаю, почему это со мной произошло. Расскажу обязательно об этом видео, про то, как я вводила рыбу. Да. Так вот, могу сказать, что он предложил мне все-таки встретиться и дать мне направление на анализы общие и так далее. Хотя в Италии есть очень интересная позиция, я ее полностью разделяю, что, в общем-то, если человек чувствует себя здоровым, если он выглядит здоровым, если он ведет активный образ жизни, это значит, что он здоров. То есть не нужно искать черную кошку в черной комнате, если ее там тем более нет. Соответственно, вот какие-то анализы и general check-up, то есть общая проверка организма, она происходит до определенного возраста, только вот действительно по показаниям. Конечно же, если я приду к врачу и попрошу выдать мне определенные направления на определенные анализы, он это сделает. Скорее всего, я эти анализы сделаю бесплатно, но в целом я лично не вижу необходимости. Но, скорее всего, в ближайшее время я с ним увижусь. И в том числе попрошу его по поводу меди меня проконсультировать и, возможно, анализы сдать и посмотреть. Так вот, могу сказать совершенно точно, что я уверена, что именно это повлияло на отсутствие седых волос. То есть я ела на тот момент очень много молока в моем рационе было, я рассказывала об этом, и в моем рационе было очень много рыбы. Рыба мне нравилась. Я открыла для себя возможность есть то, что раньше я ела только в ресторанах, а теперь в рестораны я ходить не могу, у меня двое маленьких детей. На тот момент Габрюшечка даже в сад еще не ходила. Соответственно, рыба была для меня прекрасным гастерномическим открытием. Рыба, которая легко готовится, быстро готовится, легко готовится. И рыба появилась в моем рационе совершенно точно в таком, я бы сказала, превалирующем абсолютном количестве над самым обычным мясом, мясом животных, которые я на тот момент уже, ну, скорее всего, наверное, и ела в каких-то просто минимальных количествах, кто для себя уже совершенно точно не готовил. Ну что ж, дорогие зрители, надеюсь, эта информация будет вам полезной. Понаблюдайте, прежде всего, за своим рационом. Я всегда говорю, что наблюдать за тем, как мы реагируем на присутствие или на отсутствие той или иной еды, это так важно для нашего здоровья, для того, как мы себя чувствуем, ну и в конечном счете для того, как мы выглядим. Буду ли водить я продолжать рыбу или нет, я расскажу в следующем своем видео, где я поделюсь с вами своим опытом и к чему, на мой взгляд, это привело, когда я пыталась вести снова животный белок в свой рацион. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.